Здравствуйте, дорогие телезрители! Среда 19.30 в эфире программа «Один из нас». И сегодня мы с обитателями темной студии и приглашенными гостями попытаемся разобраться в подробностях, причинах и возможных путях решения одной из проблем, которая обозначила происшествие, которое случилось буквально на днях. Я сразу хочу обозначить, в происшествии не задействованы бродячие собаки. То есть отсутствие здесь представителей тех органов, которые ответственны за отлов бродячих собак и так далее, это вполне опробовано. Мы сегодня будем говорить о собаках в семьях. То есть какие правила, какие законы, какие неписанные правила и какие тонкости содержания животных в семьях, мы должны учитывать, если нам уж сильно захотелось держать рядом с собой, назовем собака друг человека, что ли, друг ли, всегда ли она друг. И в этом мы попытаемся сегодня разобраться. И вначале, конечно, хотели бы начать с видеоматериала, который подготовили наши коллеги из службы информации. Трагедия произошла днем, когда хозяйка дома гуляла во дворе с ребенком. Известно, что родители ребенка в качестве хобби занимались разведением собак бойцовской породы. Одна из них и совершила нападение. К сожалению, в трагический момент в доме из взрослых была лишь мать ребенка, которая не смогла предотвратить произошедшее. Собака бойцовской породы, предположительно, питбультерьер, напала на двухмесячного ребенка, укусив его за голову, который находился в детской коляске на улице частного сектора. От полученной травмы младенец скончался на месте происшествия. Агрессивная собака была ликвидирована на месте. Поскольку она представляет угрозу, проявляет агрессию неспровоцированную, такое животное должно быть уничтожено. У нас закон позволяет любому гражданину, имеющему право на ношение оружия, сотруднику полиции использовать это оружие при нападении животного на человека, когда жизни и здоровью людей угрожает опасность. Сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются все факты произошедшего. После выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Юрий Осипов, Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск. Спасибо всем гостям сегодняшнего выпуска программы «Один из нас». Во-первых, прежде всего я хотел поблагодарить спикеров постоянных наших, которые проявляют, как представители гражданского общества, большой интерес к тем или иным резонансным событиям. И ватсап у нас полон разных инсинуаций. То есть это то по роду перепутают, то и так далее. Вот я, Надежда Викторовна, хотел бы, чтобы вы дали четкое, ясное представление, какой это рода, кто там и так далее. Мы же все выступаем против слухов и сплетен. Добрый вечер. Прежде всего мне хотелось бы выразить искреннее соболезнование семье, в которой произошла эта трагедия. Это страшный случай. На сегодняшний момент информация имеется следующего рода. Вчера следственным отделом по городу Якутску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение смерти по неосторожности. Уголовное дело возбуждено по факту смерти двухмесячного ребенка. Об этом случае вы все знаете, все слышали. Должна сказать, что следователи, которые выехали на место происшествия, как уже было сказано в сюжете, это территория частного домовладения, следователи, которые приехали на осмотр, они увидели, что животное, которое непосредственно совершило нападение, оно уже было к тому моменту уничтожено. Собаку усыпили специалисты соответствующей службы. И во дворе находились еще несколько животных, которые, как мы предполагаем, содержались в вольерах, специально созданных вольерах для зверей. Что касается породы, то к настоящему моменту мы пока не можем точно утверждать, что это было за порода собаки, потому как документов, подтверждающих, принадлежность к той или иной породе, пока на текущий момент нет. В настоящее время назначена судебно-ветеринарная экспертиза в рамках расследования уголовного дела, которая поможет нам установить не только породу животного, но и его возраст, а также наличие либо отсутствие каких-либо заболеваний. Выясняется ли представителям, представительницей кинологии, да, получается, вообще можно ли определить склонность животных к агрессии или так далее? Конечно. У мёртвой, я имею в виду. У мёртвой? Нет. Как вы у мёртвой определите? Нет. Никак. Но когда вы приобретаете щенка, вы должны знать, что представляют из себя родители, какое генетическое происхождение, то есть от агрессивных, выставлялись ли родители на бои, не выставлялись. Насколько я знаю, ну предполагаю, что это собака бойцовых кровей, а была приобретена... Кстати, вот вы видели же картинку, да? Да, да. Какой пародий вы думаете? По моему предложению, это питбуль. У питбулев нет документов, у них нет определённого стандарта, потому что там собаки могут быть переростки, небольшого роста, собаки выведены для боёв, собаки... Есть более спокойных линий, не такие агрессивные, есть безумно агрессивные, которые выставляются на бои. Насколько я знаю, этот чинок был приобретён от бойцовых собак. Для чего, с какой целью, не могу понять. Если это та девушка, которая ходила ко мне на дрессировку, девушка очень худенькая, очень слабенькая, психологически она не лидер. Собака в 4 месяца ей уже управляла, она не могла с ней справиться. Когда мы с ней разговаривали, она пришла всего лишь на один раз на дрессировку и пропала. После чего я сказала ребятам, что рано или поздно эта собака съест какую-нибудь другую собаку. Я не предполагала, что это будет ребёнок. Если питбуль кидается на человека, это брак, это дисквал. Не думаю, что он кинулся специально на человека. Скорее всего, ребёнок проснулся и заплакал. Собака сработала на писк, на звук. Когда что-то пищит и убегает, эта добыча её надо догнать и уничтожить. Скорее всего, собака сработала на писк, подбежала, перевернула коляску. Ребёнок, скорее всего, ещё сильнее заплакал, что возбудило собаку. А от возбуждения до агрессии буквально три ступеньки, если не меньше, и уже собака сработала. А челюсти питбуля очень мощные, голова у маленького ребёнка очень мягенькая, один укус и всё. То есть это полная безответственность. И есть среди собачников, возможно, миф о том, что бойцовые породы, они как бы генетически предрасположены, не предрасположены к агрессии по отношению к двуногим. Да, бойцовые, да. Но человек такое существо, я всегда говорю, страшнее человека. Тем более ребёнок, это такой комочек, да? А если ребёнок на четвереньках ползёт, как она определит, что это? Человек начинает того же самого питбуля учить кусаться на человека. Это вообще запрещено. Я не думаю, что она учила, ещё раз говорю. Там, скорее всего, вот этот комочек запищал собака, предположила, что добыча. Надо добыть. Она пошла работать, она сделала своё дело. К сожалению, да. Это называется у них работать, но тут полная... Нет, давайте просто не использовать вот это вот выражение, да? Я понимаю, что вы профессионалы, я понимаю, что... Но по отношению к тому, что собака съела ребёнка, называть работать, я думаю, это кощунство. Я имею в виду, что она пошла на писк, на звук. А так как это бойцовая собака, писк, звук, это соперник, это добыча. Скажите, пожалуйста, вот хорошо, бойцовые собаки, да, почему тогда, если они так опасны, если нет каких-то определённых стандартов, если нет каких-то, ну, я не знаю, способов проверить его предков, да, насколько они были агрессивны, почему тогда этих собак разрешают держать вот так вот в домах, в квартирах и так далее? Я вообще считаю, что на серьёзных пород собак нужно обязательно допускать разрешение. Человек должен быть психологически готов, человек должен нести ответственность, иметь внутри стержень. Очень много мягких людей, очень много не несущих ответственности, они берут собачку, как игрушку. Сюсюкаемся, играемся, вовремя не воспитываем, а потом пожинаем плоды. Но бойцовые, наверное, вряд ли как игрушку кто-то берёт. И бойцовых тоже. И бойцовых тоже. Я спрашиваю, почему? Вот есть такие правильные пацаны, которые ходят вот на таких вот, с теми же самыми питбулями и так далее? Есть, вот согласитесь, есть такие, да? Есть варианты, есть люди повышают свою самооценку за счёт таких собак. Мода какая. И второй вариант берут порой бабушки. Почему? Небольшого ростика, шерсти много нету, в бытуть шибко, неприхотливо. А что она из себя представляет на самом деле, мы понимаем только потом. Поэтому прежде чем завести животное, вы должны знать, что это порода, для чего это порода, насколько она сильна, генетически, что у неё за генами стоит, и потом уже принимать решение. Я очень много людей отговариваю вообще от собаки, потому что собака это не игрушка. А слушаются ли вас? Слушаются. Слушаются? Не все, но слушаются, потому что когда начинаю с человеком разговаривать, я говорю, собаке нужно нагрузка физическая, собаке нужно воспитание, кормить, выгуливать. Начинаем разбирать. Я с утра до вечера работаю, я езжу в командировки, у меня дома никого нет. Я говорю, зачем собака? Она вам разнесёт квартиру. Ненужный выплеск энергии будет в агрессию. Не в большинстве случаев, но иногда такое бывает. Я говорю, вам не нужно. Вам нужна плюшевая собачка на диванчик, пришли, погладили и забыли. Некоторые слушаются, некоторые нет. Уходят. Скажите, пожалуйста, вот допустим, вы говорите, да, к вам приходят на дрессировку и так далее. Вот если вы научили человека, как обращаться с собакой, это даёт гарантию, что эта собака, пусть бойцовая, никогда не бросится на человека. Если даже её не замкнёт. Если он как бы умеет ей управлять и так далее, есть гарантия, что её в какой-то момент не замкнёт, и она ни на кого не нападёт? Замкнуть можно, если собака заболела, и какие-то внутренние заболевания. Либо человек научил её кусаться, но не научил останавливаться. Вот, в таком. Те, кто приходят к нам на дрессировку, помимо щенячьей школы, помимо общего курса дрессировки воспитателя, они проходят защитно-караунную службу, я имею в виду служебных пород, там чётко учат собаку. Команде фас, команда дай, чтобы она остановилась. Звучит команда, собака должна встать, не трогать. Если человек... Мы говорим об идеальных вещах. Об идеальных вещах, где идеальная кинологическая служба проводит работу. Подождите, подождите, подождите. Между прочим, это был несчастный случай. Это не закономерность, это несчастный случай. У меня есть тавра. Правильно? Я согласен, да. А ты сейчас вот говоришь, да, как будто это вот, там, все так делают. Нет, не пока. Вот смотрите. Это несчастный случай. Люди готовились к, ну, работали с... К вам пришли, допустим, с доберманом, который абсолютно неуправляемый, довольно опасный, да, который ещё генетически предрасположен, скажем так, вот как вы сказали, да, работать на людей, да. Она неуправляемая. Что вы рекомендуете? Стоит она, ну, 5000 долларов. У меня приходят с доберманами. Я работаю с владельцем, я работаю с собакой. Доберман – это очень активная, спортивная собака. Если вы не спортивный человек, если вы ленивый человек, доберман не ваша. Она вам вытрепит все нервы, и у неё ненужный всплеск энергии уйдёт в агрессию. Некоторые отказываются. Очень много, к сожалению, доберманов бегает по помойке. Люди не справляются, и люди выкидывают. Вот это безответственность владельца. А усыпить не могут? А усыпить жалко, а выкинуть не жалко. Вот это вот безответственность владельцев, про что я и говорю. У меня есть в группе ребят с доберманами. Вот это ужасно, я согласен. У меня есть люди с доберманами. Нет, доберман – это только пример. Это может быть немецкая овчарка, это может быть, я не знаю. У меня в группе разные породы. От бультерьера, заканчивая кавказской овчаркой. И нормальный владелец несёт ответственность. Нормальный владелец работает с собакой и добивается результатов. Собака – это большинство как воспринимает? Мы её любим, 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 пока маленький щеночек холим, лелеем, а потом начинаем что-то требовать. Когда вы принесли щенка в дом, сразу начинается воспитание. И начинается с чего? Мы щеночка нагружаем, мы даём ему дисциплину, и только после этого мы собачку любим. Вот это правильно. Это называется правильное построение границ поведения. То же самое, что с ребёнком. Большинство всё наоборот делает. Мы его любим, он вроде нас за ноги кусает. Ай, нельзя, ай, что такое? И дальше смеёмся. Щеночек что понимает? Ага, прокатывает. Дальше ещё сильнее челюсти включает, ещё сильнее давление, особенно серьёзные большие породы. Потом человек уже начинает бояться отходить. Бояться свою собаку ни в коем случае нельзя. Ты отступил, даже просто корпусом отступил. Всё, она понимает, я лидер. И начинает дальше действовать. А есть такие семьи, где животное, особенно крупное животное, является лидером вообще, неформальным? Я видела ротвейлера, я видела среднеазиатскую овчарку. То есть, которая доминирует полностью в семье? Видела. Ротвейлер, который ел, хозяева ходили по стеночке. Он ест, не надо туда ходить. А хотим пройти вот так по стеночке. Я говорю, почему? На собаку вы физически воздействуете настолько, насколько проявляет она физически себя. Если маленький щеночек рыкнул, вы взяли за шкирку, потрепали, отпустили резко. Всё. Если на вас кидается взрослый ротвейлер или кавказская овчарка, вот что под руку попало, тем и огрели. Потому что по-другому не может быть. В мире животных жалости нет. Она вас не пожалеет. Есть безопасная порода собак? Которую можно считать безопасной? Или вреточки какие-нибудь, там, молитовички. Любая собака опасна. Любая. Даже маленькие декоративные породы. Почему? Потому что это, прежде всего, не порода. Это собака. Запавлицы они тяпали, да? Это собака, а потом уже порода. И к собакам, ко всем собакам ровное отношение. Мы её под себя подчиняем, мы вожаки, собака подчинённый. И у вас любая собака, независимо от порода, будет великолепно жить. Естественно, нужно смотреть генетику. Я говорю, вот этот питбуль, он, скорее всего, был взят от агрессивных родителей, работающих на боях. Специально причём? Специально. И люди не смотрели справиться. И при этом хозяйка вот такая круглая девушка. Вот. Он же без документов, поэтому тут отследить родословно вообще бесполезно. Не бывает, у питов документов не бывает, и плюс собака от рабочих родителей, и плюс я слышала, что когда она гуляла с теми же самыми питами и стафами в группе, ей очень нравилось, что щенок заедается на собак, она его не останавливала. Все говорили, что ты делаешь, его надо останавливать, ты потом вообще не справишься. Не останавливаешься. По идее лечить надо хозяев, да? Всё дело всегда в человеке. Не может быть ответственности на собаке в человеке. Вы приобретаете, вы несёте ответственность. И никак иначе. Бродячие собаки, больше половины, это ответственность хозяев, взяли на момент дачного сезона, похороняла она и выпустили на свободную. Иди гуляй до следующей весны. Или многие владельцы также отпускают собачек на самовыгул погулять. Уличные собаки, уличные, рождённые на улице, они трусы, они не будут на человека нападать. Они гав-гав-гав, повернулся, убежал. Нападают те, которые научены человеком. Вот именно они будут нападать. Уличные, они убегут быстрее. Коллеги, я обращаюсь к представителям сообщества, любителей собак, собаководов. А как вы вообще относитесь к таким случаям? Это же дискредитация, скажем, всей вашей деятельности. Полная дискредитация. Нет, не согласна. Насчёт дискредитации не согласна. Как вы залезете в голову человеку, и как вы отследите то, чтобы случиться такая ситуация. Вот я вам с точки зрения психологии данной собаки сказала, что, скорее всего, был писк, собака сработала, добыча, надо догнать, уничтожить. Кинулась, перевернула коляску, ребёнок выпал, ещё сильнее заплакал. Хап, и всё. И нет. В любом случае, это просто трагическое стечение обстоятельств. Я слышала, что... И собака бойцовой породы, и ребёнок в свободном доступе. Я слышала. Конечно, эта семья наказана самым жёстким, жестоким способом. Они наказаны. Да, должно быть уголовная ответственность. Да, должно быть. Но их настолько жалко. Я как мать просто-напросто. Но страшнее для матери потерять своего ребёнка. Ничего не бывает. А, кстати, что в рамках возбуждённого уголовного дела, что может послужить в качестве наказания за... Ну, пока о наказании мы говорить не можем, потому как, я ещё раз повторюсь, что уголовное дело возбуждено по факту смерти. Это прежде всего. Что касается уже ответственности, то если исходить из санкции уголовного кодекса, то максимальное наказание, которое влечёт за собой часть первой статьи 109, это максимальное наказание, это до двух лет лишения свободы. Но, опять-таки, повторюсь, это в том случае, если в суде будет установлена виновность людей, которые... Причастность и виновность людей, которые несли ответственность за это. Я вообще не понимаю. Вот ружьё требует сейф. Холодное оружие требует специальных условий хранить. Почему собака, которая, ну, не знаю, абсолютно любой момент может проявить бесконтрольную агрессию, она, ну, того же сейфа не... Дмитрий, вот как и хозяева справку от психиатра не приносят. Замечу, и нарколога. Агрессивная собака – это холодное оружие. Наученная кусаться собак – это холодное оружие. Ихняя собака – это бомба замедленного действия. Собака была агрессивной, им было жалко усыпить. Насколько я знаю, я не общалась с владельцами вот напрямую, но, насколько я знаю, им было жалко усыпить данную собаку. Вот ихняя жалость сработала им. Поэтому я всегда говорю, вы берёте, вы несёте ответственность. Не можете, отдайте, в крайнем случае, усыпите. Скажите, а вот, допустим, уже взрослую собаку, которая, допустим, ну, не слушается хозяев, ведёт себя агрессивно. Если они её кому-то отдадут, есть гарантия, что новый хозяин сможет её усмирить? Если человек опытный, если человек знающий, если со стержнем, желательно, чтобы это был мужчина, потому что мужчины сильнее, ну, в зависимости ещё какая порода, какого роста, какого массы тела, может. Коля Коротову дают очень проблемных собак всегда, и он с ними работает. Коля Коротов очень жёсткий. Я тоже жёсткая. Я в зависимости от того, насколько собака проявляет давление, настолько давлю её я. Если мне приведут взрослого кавказа, ну, меня и кусали. Сильно? Я чувствую собак сильно за лицо. Вот так вот кусали. Я думаю, у меня одна мысль была, если она меня изуродует, я её убью, тут же на месте. Всё. Если мне приведут агрессивного взрослого кавказа или алабая, я не свяжусь. Почему? Потому что я физически его не вытяну. Не вытяну. Если годовалый алабачик, я его просто морально задавлю. Просто морально и немножко физически. Но тут куча нюансов получается. Куча нюансов. А для чего мы работаем? Для того, чтобы чётко знать, что перед тобой, что из себя представляет человек. Мы работаем прежде всего с людьми, мы обучаем вас. А потом уже вы обучаете собаку. В наших руках любая будет управляема. А мне нужно, чтобы в ваших. И всегда говорю, если вам, владельцам, нравится, что ваша собака вас кусает, на вами доминирует, да бог с вами, пусть она вас ест. Но вы не имеете права делать социально опасным проживание людям окружающим. В вашей семье, либо вашим соседям. Не имеете права. Это всё ответственность. Насколько я понимаю, выход один. Если сейчас у наших зрителей есть домашнее животное, которое огрызается, бывает, вот как вы говорите, где хозяева ходят по стеночке, то необходимо в первую очередь прямо сразу же идти к вам, к дрессировщикам. Давайте мы сразу после рекламной паузы, которая неизбежна всегда, в самый интересный момент всегда включается вот эта вот реклама. И только-только вот Ариан Попов и представители коллеги дрессировщиков, скажем, вступают в перепалку, тут же реклама, прямо сейчас. И мы продолжаем, конечно. Я ещё раз, я хотел присоединиться от лица всех участников программы «Один из нас» принести совершенно искреннее соболезнование стране, в семье, где случилась такая вот трагедия. Но ещё раз, как бы не бывает огня, да, дыма без огня. Так что в любом случае, может на будущее кому-то пригодится вот те рекомендации, которые, возможно, в ходе сегодняшней беседы и так далее выложат. Так что мы вынуждены просто остановиться вот на этой, пусть трагичной, но актуальной на сегодняшний день теме. И я бы всё-таки, Ариан, вот вопрос задал. Нужно обращаться к специалисту. Да, я хочу сказать то, что получается, что если вы заметили, что собака хотя бы чуть-чуть вам не подконтрольно, что вы чуть-чуть там побаиваетесь, да, то необходимо прямо сразу же. Конечно, сразу же. Да, и у меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, если ротвейлер кушает, там все по сеночке ходят, да? Ну вот, допустим, я с детства это слышал, что если собака кушает, мне лучше не подходить. Вы как считаете, что если ваша собака кушает, вы не можете бороться? Вожак предоставляет еду, вожак еду забирает, вы вожак. Если же собака ест и вас не подпускает, она воспринимает, это моя еда, это мой дом, ты мой. Должно быть наоборот. Этот, ну, у меня-то была такая собака, конечно, раньше, да, но вот этот, хочу узнать. Ты тоже был модным пацаном? Это всё называется воспитание. Конечно, обязательно. Психология, которую вы должны знать, зону психологии и воспитание. Вопрос такой, если собака уже взрослая, ну, вот если он щенок, это хорошо, я его там отбираю у него там, да, еду, когда он ест, а когда она уже большая, вы её перераспитать возможно? Возможно, да? Возможно, но ещё раз говорю, в зависимости от того, какая собака. Если это будет трёх- или пятигодовалый ротвейлер, безумная агрессия, я туда не полезу. Я попробую одену намурник, одену удавочку, я попробую его пристануть, он мне подчинится, но он каждый раз будет вот так вот делать. На меня смотреть и ждать, когда ты ошибёшься, когда я буду без намурника, когда можно будет сработать. В большинстве случаев так. Поэтому всё это нужно делать до года. До года. До года. Желательно до года. Конечно, сравнение не очень хорошее, да, но можно ли сравнить собак, вот некоторые своих детей так воспитывают. Иди и бей в садике. Вот иди всех детей и бей. Давай сдачи. Давай сдачи. Добро должно быть с кулаками. Ну давай сдачи, это одно. А иди и бей, это совсем другое. И мне кажется, эти же люди, вот мне кажется, и собак своих так же воспитывают. Это называется, повышаем свою самооценку за счёт своего ребёнка, у меня внутри что-то не в порядке, вот ты иди и моё как бы в мир сделай. То же самое с собакой. Он не воспитывает ли эти люди собак точно так? Есть такие люди, есть. Раньше их было больше, по крайней мере, я сталкивалась. Сейчас практически, ну, не видела, что в такой вьянной форме. А у меня вот такой вопрос. Смотрите, мы всё время говорим, ну, хозяева собаки, да, а как быть вот в случае, если собака не твоя, если агрессивная собака, это твоего соседа, например, да, и он не пытается даже её усмирить, а где-то даже ему нравится, когда его собака на других нападает. Вот что делать в этом случае? Не реагирует ни на какие замечания. Иду я, значит, по лестничной площадочке, без намордничка абсолютно, ну, там, не знаю, вот тот же самый питбуль, да, и хозяин такой, а ты не бойся, проходи, она не кусается. Откуда я знаю, что она не кусает? Его-то она не кусает. Ну, его-то она не кусает, да, других-то. Знает хозяин, который держит поводок. Хозяин уверенный в себе, он контролирует свою собаку. Если вы видите, что собака бесконтрольно болтается. Правила какие? Выгуливать намордники, согласны? Правила. Любой владелец должен следовать этим правилам, потому что, еще раз говорю, социально люди окружающие должны быть безопасны. Есть люди, не любящие животных, имеют право быть. Есть люди, боящиеся животных, имеют право быть. Мы живем все в одном обществе. Есть люди, которые любят животных, пожалуйста, любите, но вы должны четко соблюдать правила. Вот, кстати, по поводу, я хотел у вас спросить, а законы какие-то есть? Если я вижу, что вот такую ситуацию, я могу там заявить в полицию? Ну, разумеется, разумеется. Это право каждого человека. Не, ну я заявлю, а что там, ну придут, это, ну как у нас... Что последует? На меня один раз так заявили. Какие законы есть? По крайней мере, по вызову должен приехать хотя бы, как минимум, участковый уполномоченный и составить соответствующий протокол. Кстати, давайте остановимся. А законы что? Ну, а дальше-то все равно он составит протокол, а человек будет так же и выводить. Штраф будет, да, 200 рублей. Здесь уже нужно давить на сознательность владельца, потому что по-другому он... Да какое сознательность? Если сознательность в том, что он взял ради самоутверждения бойцову, или там, я не знаю, мраморного какого-нибудь дома. Мы же воспитываем детей, и наше общество зависит от того, в кого превратятся эти дети, кем они вырастут. А дети наши сидят в гаджетах. Я бы не хотел проецировать детей на собак. Я бы вообще не хотел это делать. Можно еще вопрос? Очень даже зря. Можно еще вопрос? Вот я сейчас приехал с Филиппин, да, и жил там в маленькой такой деревне. И там в этой деревне все собаки бегают. Очень много собак. Непонятно, бродячие, не бродячие, там такие трущобы, и очень-очень много собак. Это модель 17-сот. Не-не-не. Ну, ни одна собака ни разу, я там бегал по утрам, еще что-то, ни разу не рыкнет, не полает, никакой агрессии. А вы не спрашиваете, что они делают собаками, которые не полают? Ну, я не спрашивал, что они делают с этими собаками. Может, они кестрированы. Океан рядом, камень на шее, и все. Не-не, ну, если пойти в нашей деревне в любой вечер, пешком попытаться пройти. Или в ресторане ты кушал? Не-не, ну, в любом, у нас, в Якутии, в любой деревне пешком невозможно пройти, потому что собаки агрессивны. У нас, по-моему, агрессивны хозяева, агрессивны собаки. Вот, вот, вот. Мне кажется, дело у нас. У нас культура задержания хромает. У нас копия своего хозяева. Копия своего хозяева. И внешне даже, да, вот. Я боюсь. Сколько случаев укусов собак, я не говорю, вот, там, бродячими, там, и так далее. Вот, давайте. Сколько случаев вообще укусов? Первичных укусов, как бы, экстренных укусов, фиксируется в год от 1000 до 1200. Это в Якутске? Это именно в Якутске. Именно в Якутске, да. Из них сколько детей, вот, примерно? Из них процентов 30-27-30 процентов детей. А есть ли категория, вот, хозяйская собака или бродячая собака? Да, у нас фиксируются, как бы, известные и неизвестные. То есть, собаки, которые мы можем проследить, у которых есть адрес, и неизвестные, которые, ну, люди не могут проследить, откуда она. Ну, то есть, у вас задача простая, бешеная собака или не бешеная, да? Нет. Ну, по идее. Нет? Нет. У нас все, как бы, они условно бешеные. То есть, мы за известными собаками наблюдаем в течение 10 дней. То есть, это инкубационный период, бешенство. Если в течение этого периода не появилось признаков заболевания или собака жива, то мы прекращаем курс вакцинацию, а так все мы поголовно оставим. Укусывает собака и нет бешенства. Да. В стаях, в которых бегают, в основном находятся хозяйские собаки. И когда идет течка, кобели более агрессивны, потому что им нужно себя показать перед этой сучкой. Эта сучка что делает? Человек проходит гав-гав-гав. Ринулась стая. Те, которые уличные, человек замахнулся, они ушли в сторону. А хозяйские остались. Дайвший прет и делает попытку укусить. Что в этом случае нужно делать? Вот встали, как вкопанные, жесткий тон, нет, пошел отсюда, жестко. Но руками не машем, ногами не машем, спиной не поворачиваемся, А что это спровоцирует? А? Это спровоцирует агрессию догнать и убить. Ну, это грубо говоря, да? По крайней мере, схватить и покусать. Поэтому, если есть стена или забор, мы встали к забору, к стеночке, достаем сотовый, звоним, ну, либо в милицию, либо кому-то из своих, что я там-то, там-то, вот тут стая собак. При этом закрыли сумочки, но вы не машете, вы будете махать, вы спровоцируете большую агрессию. При этом она выступает в роли лидера, да? Те, скажем так. Она показывает перед сукой, смотри, я самый смелый, я самый главный, выбери меня. Вот так. А сука, она просто гав-гав-гав, иди работай. Черт, весь вопрос в собачьих свадьбах, да? Это вопрос в собачьих свадьбах, вопрос в людях. Люди отпускают собак. Нет, давайте еще раз, мы хотим остановиться вот на правилах, на основных законах, правилах, я не знаю, принципах содержания собак живут. Вот вы содержите заводчик собак, да? Заводчик собак. Вот вообще, каких принципов вы придерживаетесь, и почему считаете, что вот ваша деятельность, она безопасна для окружающих? Ну, во-первых, мои собаки не бегают нигде. Элла у нас наоборот, если есть бродячие восточники, или броши, или убежали, она их собирает, она тут же выезжает ночь-не-ночь, отлавливает эту собаку, забирает себе, выхаживает и пристраивает. То есть она несет ответственность за эту породу, восточноевропейских овчарок. Именно за восточники. То есть вы курируете именно конкретно породу? Да, да. Также у нас владельцы немецких овчарок тоже самое делают. Владельцы других пород, заводчики других пород, тоже самое, кокерспанелев отлавливают или еще кого-то. Проблема, ну, в общем... Проблема в том, что обывателю просто начхать, вот какая порода бегает, для него это животное, вот такого роста, с такими зубами. Да. Согласитесь. Дело в том, что обычно-то отпускают шариков, бобиков, которые сидели на цепи, их просто взяли, отпустили погулять. Вот нет, чтобы взять поводок, ошейник и выйти с этой же собакой погулять. Нет, мы лучше в частном секторе отпустим, и пускай они бегут куда-нибудь. У меня вопрос ко всем присутствующим. Они-то в основном и нападают, в основном уже нападают те псы агрессивные, которые знают, как кусать, как это Вот случай, который в Дагестане, который я зашел, вот недавно. Которые сидели цепные особенно. Вот недавно в Дагестане собаки растерзали девочку, и там за одну ночь, по-моему, убили всех бродячих собак, которые были в городе, в Махачкале. Вот, ну вот это сколько, буквально несколько дней назад. Вот как вы вот к этому... А потом выяснилось, что собаки там ни при чем. Ну, ну да. Но насколько это в нашем городе как бы допустимо и в правовом поле это вообще... Бродячих собак приравнивали к диким животным после случая в Тикси. У нас был давным-давно инцидент в городе, когда нашли обглоданное тело девушки, что там присутствовал став, что там присутствовали уличные собаки, и что сделали это они. Когда начали разбираться, оказалось, что эта девушка была в какой-то компании, ее изнасиловали, ее задушили, а потом выкинули. И бродячие собаки... А, еще и стафа, видимо, на нее натравили. Мясо, кровь, бродячие собаки стали обгладывать. Вот. И списали все на собак. Я говорю, проблема всегда в человеке. В человеке. Я понимаю все хобби, да, я понимаю все хобби. То есть даже содержание животных. Ну, ради бога, по параллелам, да. Вот есть же второй аспект. Ладно, безопасность, да. Там, левред, купоносу дать любой сможет, да, даже ты. Но есть вопрос санитарии, да. Вот бывают квартиры, в которых, мимо которых пройти просто невозможно. Зачем в городских условиях держать какую-то двух-трех собак? Почему двух-трех? Бывают и по семь держат, заводчики, между прочим. Нет, городские. Да и есть такое, Элла. А почему да? Вопрос возникает. Ну, вот санитария, элементарное. Есть понятие использования жилого помещения по назначению. По целевому и по нецелевому, да. Жилое помещение не предназначено для того, чтобы там заниматься разведением животных. Нет, но если дом частный, то делай, что хочешь, на самом Ну, частный. Я говорю о многоквартирах. Я, о многоквартирах. Вот о многоквартирах, где детские площадки, где собак выгуливают вот так вот. А бывает, что они выгуливают, они там сидят и сутками. Я думаю, я еще раз говорю, это культура поведения в обществе. Культура поведения в обществе. Между людьми. Никак не между собаками. Понимаю, что, ладно, самое большое наказание для собаки это ее пристрелить, да. Но хозяев таких вот животных, которые, пардон, справляют нужду, где попало там и так далее. Так вот, ну, в Европе это стандартно. А с совочками идешь и... Надо поддить штраф. В Европе очень большие... Так у нас люди тоже справляют нужду, где попало, если уж не то пошло. Вот честное слово. Вот честное слово. Вот у нас вообще... А почему в городе Москве собаки не бегают вот так, как у нас? Там приюты, там приюты есть. Нет, почему люди в каждой квартире не держат по собаке там не... Держат, не держат. Вы просто этого не знаете, они более рассредоточены. Если вы приедете отсюда в Житай, вы в Житай увидите прям собака на собаке, а в Якутске вы этого не увидите. Увидите только на окраинах. Почему? Потому что у нас город шире, чем Житай. Москва гораздо шире, чем Якутск. Но проблема существует... Это российская проблема. В Европе совершенно по-другому. У них есть приюты для собак, где собак стерилизуют, где тут же отлавливают, тут же... У них есть штрафы, если неправильно содержат, и у них очень высокие налоги за содержание собак. Не каждый захочет платить такие налоги, и не каждый захочет держать собаку, выкладывать такие суммы. Мы, к сожалению, до этого еще не дошли. Спасение собак. И служба спасения. Да, они изымают собаку, они штрафуют там. И ответственных у них там наказуем. Ну, то есть... С другой стороны, собака это чье-то имущество, за которое он заплатил большие деньги. То есть, если... С другой стороны, говорю, я хочу быть просто объективным. Если ты покусишься даже на том основании, что она рыкнула или что-нибудь типа такого, предпримешь какие-то действия по отравить, убить каким-то образом, ты же на чужое имущество... На вас могут подать в суд. Если животное создает реальную угрозу для жизни или здоровья человека, то человек может от нее защищать. А как это доказать? Потом, да, что он создавал реальную угрозу. Ну, ребят, у нас вообще палка о двух концах. Я слышала ситуацию, что вор проник на территорию, его там покусала собаку, и собаку застрелили. Собака охраняла территорию, а владельцы предъявили, что не имеет права собака кусать чужого человека. Собаку застрелили. Собака просто элементарно не может читать закон. Элементарно, она читать не умеет. Но это же люди придумывают законы. То же самое. Нет, но есть же какой-то уровень взаимоотношений между животным, который содержится в доме. Ну, я не знаю, если это маленькое, то может в городской квартире, да? Если большая, то на частном подворье. Есть какие-то правила, уровень вот этих отношений, которые должны знать все. Вот вы хорошо говорите, вот встали к забору там и так далее, и так далее. То есть вообще на самом деле, чем мне нравится, собачники, ну, назовут этим словом, да, тем, что они дают очень конкретные и дельные советы. Ну, а как по-другому? Ну, да. По-другому-то все вода будет. Я апеллирую к Надежде Герману, которая, ну, очень дельные советы, кстати, давала в свое время мне. Ну, все-таки аспектов вот содержания животных на самом деле великое множество. На что еще вот товарищи собаководы обращать внимание? Как распознать вот потенциально опасного? Как? В хозяйских руках или бегающую? Если вы видите стаю собак, не идите вы навстречу этой стае собаке, обойдите. Не можете обойти, позвоните по телефону, чтобы вас встретили. Потому что неизвестно, что в этой стае и кто находится. Не рискуйте жить. А здесь? Мне больше всего страшно, когда идешь по частному сектору, а там бегут алабаи и кавказы. Вот это вот больше всего страшно. Потому что такая челюсть к тебе подходит, к забору тебя прижмет и еще стоит гавкает. И что там дальше? Вот это страшнее, чем бегают дворовые собачки. На конечках водители автобусов этим очень грешат. Они прикармливают тех бродящих животных. Им жалко. Да им жалко. Как по-другому. А они-то проецируют на всех. То есть у нас на конечке. Мимо не пройди. У нас есть пункт передержки, временной передержки собак. Когда собак отлавливают, помещают в пункт. И там от 3 до 10 суток, по-моему, собаки находятся. Потом, если их не пристраивают, либо не забирают хозяева, их там утилизируют, усыпляют. В нашем городе есть такое, что собак отстреливают и травят. Против чего я абсолютно. Я согласна, раз в год, когда идут свадьбы, отстреливают собак за пределами города, на окраинах, в стаи. Потому что я один раз попала в стаи, и я знаю, что это такое. И не дай бог вам быть покушанным в стаи и вообще под такой прессинг попасть. Но в городе бегают в основном потеряшки, те, которые теряются. Либо хозяйские собаки. У нас практиковалось, что днем отстреливают собак на глазах у детей. И собака лежит в колмульце, их бьется. Дети стоят, и просто у них шок. Либо ребенок вышел со своей маленькой таксы, пошел в магазин, собачка в ошейнике бежит впереди. Подъезжает машина, стреляет в таксу, собака в конвульсии бьется, а ребенок, кстати, не знает, что делать. Так что-то зачем стрелить? Такого быть вообще не должно. Либо травить собак, то же самое на детских площадках, на помойках возле детских площадок. Тоже дети стоят и смотрят, как она бедная, в конвульсиях полчаса бьется. Это негуманно. Не по отношению к животным, не по отношению к нашим детям. Нет, я согласен, но еще раз, у нас аспекты рассматриваются в содержании. Ладно, вот там на цепи у меня на участке сидит собака, да, которую, ну, мне иногда саму страшно будет подходить, там, чтобы рука тебя не оттяпала, там, и так далее. Это когда тебе надо идти к червщику, если ты страшно. Зачем вам тогда эта собака? Зачем она вам нужна? Она не от участка, как сказали. Так она вас ест. Ага. Она вас ест. Ага. Она вас ест. А если она сорвется? Нет. Мне даже надо вводить налог на собак, пусть человек платит деньги. От размера. Извините, пожалуйста, а почему я должна платить налог, да, на собак, которых я содержу? Я лично. Я их кормлю, пою, ухаживаю за ними, да, допустим. А кто-то вот взял собачку-жучку, повязал ее, там, выбросил этих щенков, выбросил этих собак. Ну, если он за нее платит деньги, то он уже не захочет ее уйти. Опять же будем платить мы, тех, кто вот реально... А между прочим, между прочим, это ведь действительно может так и произойти, что ведут налог, и люди не желая его платить, будут выкидывать их налоги. Нет, 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 в компьютере-то она будет числиться за вами, и вы будете за эту собаку платить. Кто вам об этом скажет? Ее отравили. Леша, ну если ее отравили, то да, сняли с учета. Кто вам об этом скажет? Нет, ну, это надо будет. На самом деле, он не вытянут. Нет, там, где появляются деньги, там появится учет. Сейчас мы не знаем, сколько, какие собаки, где, у кого есть. Человек понимает только рублем, только рублем по-другому он не понимает никак. Либо это уголовная ответственность, либо это рубль. По-другому не уговоришь до взрослого поколения, не донесешь. Нет, ну вот даже эту собачку, которая это ребенка, мы даже не знаем, чья она, бродячая, не бродячая, зарегистрированная, не зарегистрировала. Нет, мы же не знаем. Это собака, которая жила у хозяев, это непосредственно было... Но она зарегистрирована, мы знаем ее по роду, мы знаем ее в отношениях, мы ничего не знаем. Откуда она появилась у них? Это тонкости ввоза бойцовых собак в Россию. Да, у собаки должны быть документы, она должна быть оформлена на конкретного человека. В компьютере все эти данные должны быть. Мы должны знать, сколько в городе Якутск этих собак есть, за кем они числятся, где они находятся. Если человек взял на дачу собаку, поздно он внесет в реестр. И потом мы будем следить, куда он эту собаку делал. Правильно, еще раз говорю, должно быть законодательным. Не смешите, пожалуйста, кто будет следить-то? Компьютер. Компьютер проследит. Если появятся деньги, государство найдет, как их у вас забрать. Это тоже не это. Не, налог на машину уже платим, нормально, государство отслеживает, у кого какие машины, все знает. Никто же не ездит просто так, на какой машине. Мы платим налог за тот выхлоп, который производит машина. За дороги, да. За испорченные дороги. А тут я ее содержу, я ее кормлю. Мне ее никто не кормит, извините меня, да. Я сама лично трачу свои деньги, трачу свои силы, дрессирую и так далее. За все это я плачу. А почему я еще должна платить какой-то налог? Подождите, вы мне кажется путаете. Если вы заводчик, да, вы в любом случае как-то оформлены как индивидуальный предприниматель. То есть это какая-то предпринимательская деятельность должна быть, я так считаю, нет? Нет, давайте сразу после рекламной паузы, которая опять через несколько секунд наступит на канале НВК САХА, мы продолжим разговор. Вот как содержать собаку в домашних условиях. Реклама. Споры все жарче, на самом деле ближе к концу, так всегда бывает в программе «Один из нас», но спешу вам сказать, не спешу вернее, давайте учитывать еще и то, что собаководство это еще и определенный бизнес, да, ни для кого не секрет. Разведение. Разведение, да, разведение собак. И есть моменты, когда вот люди отстаивают свой бизнес, свои интересы, и реакция может быть, скажем так, вот на наше обсуждение такая, ой, да, они дилетанты, ничего не такое, клоуны всех созвали там и так далее. На самом деле не так. Я более чем уверен, что специалисты, которых сегодня мы представляем, они очень компетентные и, как можно сказать, собачьей психологии, да. Ну, тонкостях обращения с животными, скажем так, разбирают. На самом деле, еще раз, вот аспект предпринимательской деятельности. Элла. Есть же такое, заводчики, они щенят, продают. Продают. Получают деньги. Предпринимательская деятельность. Налог. Они и так платят налоги, они выкупают чинячие карточки, это все не просто так, они оплачивают вязки, суку, возят на вязку. В РКФ они платят. Подождите, ну, допустим, любой предприниматель, даже тот, кто возит продукты, извините, он точно так же оплачивает транспортные расходы, он оплачивает там какие-то издержки, но при этом он еще и платит налоги на предпринимательскую деятельность. То есть с него этот налог никто не снимает. Быть заводчиком и быть разведенцем, разные вещи. Размножать собак и разводить, разные вещи. Те, кто заводчики, с большой буквы, они выбирают. Вот эту девочку надо повязать с тем мальчиком. Тут такого мальчика нет, надо ехать в Москву. Едем в Москву, провоз собаки очень дорого, вязка очень дорого, привозим. А она тебе принесла не шесть щенков? Не шесть щенков, а одного-двух. И у них их деятельность откатывается не в плюс, а в огромнейший минус. Ради чего? Ради того, чтобы получить вот данный экземпляр улучшения поголовья. Нормальные заводчики работают. Заводчики. Я каждый день езжу на работу, я тоже плачу за автобус. И я не прошу, чтобы мне эти расходы компенсировали. То есть даже если я езжу там, я не знаю, на трех автобусах с тремя пересадками, я все равно это не считаю. А очень много разведенцев. Может быть, это мне вообще не будет. У меня девочка встретился с мальчиком, давай повяжем. А, хочу быть лабрадором, выдадим за лабрадора. Продают и никакой ответственности не несут. Им все равно, что с этими щенками, будут ли они бегать по помойкам. Постоянно агитируешь людей, что не делайте так. И бесполезно. И они еще с тобой спорят. И вообще не связывайте нам руки. Мы что хотим, то и делаем. Это наши собаки. Заводчики так себя не ведут. Нормальный заводчик с большой буквы, он несет ответственность. И он разводит, он улучшает поголовье, улучшает свою породу, а не ухудшает. У вас даже ударение какие-то особые заводчики. Это его личная ответственность. То есть его никто не обязывает эту ответственность нести, я так поняла. Правильно? Ответственность? Ну вот допустим, если человек там, я не знаю, ну в какой-то кондитерской работает или там содержит какое-то кафе, да, к нему приходит санопитнадзор, там проверяет его и так далее. То есть он фактически, да, обязан к ней людей с хорошей едой. Клуб субокачества. А здесь получается заводчик сам. РКФ головная организация, Российская кинологическая федерация в Москве. Это наш главный случай. Он контролирует регламент клубов, клубы контролируют заводчиков. И у заводчика прежде всего это его репутация. Если у него будет подмоченная репутация, у него не будут серьезные люди брать собак. О, деньги платить не будут. Нет, подожди, серьезные люди не возьмут, кто разбирается. А тот, кто не разбирается, о, собачка по дешевке. Так я вам не тогда возьму, то у разведенцев, вам же про это и говорят. Я вам говорю, что есть разведенцы, а есть разумношенцы. Так получается, что никакой гарантии, вот даже ваша ассоциация, она не дает. У нас собаки, у нас собаки. Уважаемые собаки, на самом деле еще раз говорю, обывателю. А? На репутацию, честно говоря. Вот заводчиком. Нет, ну это ситуация возникнет, потому что у собак нет документов. У собак нет документов. А обывателю что делают? Ой, объявление. Ой, собачка за 5 тысяч. Зачем я пойду за 30 тысяч покупать? Я говорю за 5. Да, за полтора. А у собачки с психикой непонятно что. И собачка вроде хочу быть лабрадором, а не лабрадор. Или хочу быть ротеллером, а не ротеллер. Вырастает крокодил агрессивный. Ребеночку купили. Ребеночек две недельки поигрался, и ему не нужна собачка. А мама с папой не готовы нанести ответственность, что мы делаем, иди гуляй. 90% вот такая вот. Вот так. Ребеночку купили, да? Няшечную такую собачку. Я очень против, когда покупают щенков на подарок. Смотрите, получается, что то, что вы говорите, там, заводчики дорожат своей репутацией. На самом деле, эта репутация, то, что они дорожат этой репутацией, это не работает. Это не гарантирует, что в итоге люди смогут там покупать какие-то безопасные собаки. Надо какой-то финансовый механизм, финансовый конкретный механизм. Нет, я не думаю, что это ответственность, она просто... Вы нападаете на зоочистку. Нет, абсолютно. Нет, которые нападают за порядок. Они основываются. Восточных европейских овчарок, чтобы довести собаку до разведения, надо очень много аспектов пройти. Плюс дрессировка. Я думаю, что наоборот, им надо заплачивать бюджеты за эту деньги. Без дрессировки собаки в разведении не допускаются. Они проходят пиксирование восточники, и если поэтому пиксируют какие-то отклонения, собака в разведении не допускается. Очень много критериев. Поэтому, чего, к сожалению, нет у доберманов, чего, к сожалению, не всегда есть у ротвейлеров, а собаки серьезные. Поэтому я еще раз говорю, нужно устанавливать правила. Правила содержения, правила разведения и вообще культуру. В школах надо картинки. Вот такая собака может быть опасной, да? Любая собака может быть опасной. Вы повесите бультерьера. Вот такая собака может быть опасной. На самом деле, этот соседский бультерьер ласковый, а дворняжечка, от которой не жжешь, подойдет и тебя съест. Пудель, ты к нему наклонился, а он тебе откусил нос. Запросто. Да. Еще раз говорю, независимо от породы, эта собака, это животное, стремящееся доминировать, поставить себя выше человека. Если вы позволяете, она встает. Это собака. Прежде всего, не придумывайте породу. Прежде всего, эта собака потом пошла градаться по породам. И взаимодействие на эту собаку, ваши действия должны быть всегда одинаковые. Рыкнул, прижали. Как сука в природе? У них нет жалости. Сука в природе, как делает? Она смотрит жестким взглядом, она говорит, рык, хватает за шкипу, трепет и кидает. Еще такой вопрос. Что делать с собакой, которая покусала человека? Стрелять. С вашей? Или с какой? С любой. Вообще с любой. Видите, у меня собака одна на прогулке покусала человека. Смотря по какому поводу покусала. Конечно. Если этот человек кинулся на меня, просто я не сократил ближе, чем на метр, еще и замах в меня, она обязана покусать на человека. Вот меня в детстве покусала собака моих друзей. Я хотел ее погладить, она меня укусила вообще не мотивированно. Вот что с этой собакой нужно было сделать? Как вы договоритесь с хозяем этой собаки? То есть, ну, опять же, дело в хозяином. У меня был случай с моим ребенком. Ребенку было пять лет, у нас общая дача среди троих соседей, у соседей была боксер с помесь с кем-то. Эту боксеру дали ей кость, в гараже закрыли. Мы ребенку говорим, хозяин там Гоша, мальчик был, и мы ребенку говорим, иди найди Гошу, позови. Он пошел, Гоша, Гоша, Гоша нигде нет, заходит в этот гараж, а собака охраняет свою кость, вцепляется ребенку в руку. У меня мысль была, хорошо, что прибежал первый муж, убить эту собаку, взять лопату и убить, потому что ребенок так истерично кричал. Муж прибежал, пока я там хотала ребенка, он там попинал, конечно, эту собачку, но больше ничего не сделал. Когда мы сели всей семьей рассуждать, что и как, виноваты были мы, родители, зная, что на территории есть собака без привязи, зная, что неизвестно, что там кость она ест или еще что-то, неизвестно, что у него в голове, это не моя собака. И мы вот так спокойно отпустили ребенка, мы были виноваты. А она просто охранялась и укусит в своем гараже. Инстинкты. Инстинкты. А виноват человек, виноваты были мы. Не, не, ну мы эту собаку оставляем в живых, а она потом в следующий раз укусит вообще маленького ребенка. Не факт. У меня была ситуация тоже с ребенком, пришел в гости, играется, он катается на велосипеде, тоже маленький. Бегает тротвейлер по двору, его спокойно отпускают, он здесь нехорошо лаят, этот тротвейлер сзади моему ребенку сцепляется. Не, ну вот эту собаку пристрелили, который вот по поводу, который мы сегодня собрались. Нет, а если бы ребенок выжил, а эта собака осталась бы тоже жива, да, не надо ее, значит, не вредить. Послушайте, вы в ответе за тех, кого приручили. Нет, если просто ребенка укусили за руку. Вот эта собака изначально была социально опасна. Она была агрессивна, если не могли справиться. Ну, если с летальными исходами, значит, она опасна, а если нет летального исхода, то пусть поживет. Может, и в какой-то мере, и ваше, если это та девушка, да, которая к вам приходит, что вы не донесли, что она не сможет справиться с этой собакой. Нет, если бы это был пятилетний ребенок, он бы был бы, ну, серьезная травма получила, но он бы был жив. И собака бы это была жива, и она в следующий раз опять напала бы на ребенка. Нет, я не говорю, что... Нет, нет ответственности, нет стержня в человеке, нет ответственности. Да никто не стерпитывает собак. И сообщество, да. И собак, которые покусали человека. Да, почему? И усыпляют. Если собака взяла агрессивное просто так, укусилась, просто так, да, да? Нет, надо успеть и собак, и детей. На самом деле, в завершение нашей передачи, вот, Надежда Викторовна очень хорошо сказала, да? Мы в ответе за тех, кого приручили. Это не я сказала, но тем не менее. Да, но вы вовремя вставили вот это вот. Это сказал. Мы все в ответе за тех, кого приручили, за детей, за животных, да за кошку даже. Она же тоже поцарапать может, кинуться с холодильника сверху, да? А страшнее кошка зверей нет, говорят. А девушке, извиняюсь, потом замуж выходить, да, скажем так. Спасибо вам, кстати, огромное за то, что вы, еще раз говорю, вот обожаю таких, которые дают дельные, конкретные, четкие рекомендации и советы, в каких ситуациях что делать, да? Еще раз, я думаю, что родители всех детей, они после вот этого случая, они еще раз вчитаются, вдумаются в аспекты безопасности при содержании, при общении с животными, да? На самом деле, общение с животными, это прекрасно. Да. Ребенок учится с измольства, ближе к природе, что ли, и так далее, да? Но тех аспектах, когда вот моды ради, да, или ради самоутверждения, смотрите, с какой крутой собакой я хожу, не всякий может справиться с ней, да и так далее. А порой покупают, понравилась картинка, я купил, а что она себя представляет, они не знают. Да, под диван себе покупают, я не знаю, это Каня Корса какой-нибудь, который своей массой просто может задавить ребенка, да? Ну, на самом деле, тут аспектов много, и вопросы санитарии, и вопросы безопасности, и себя, и окружающих. И насколько бы это кощунственно не звучало, пусть случившаяся трагедия станет еще одним напоминанием. Не все в этом мире так няшечно и безопасно. Даже маленькие собаки могут представлять для кого-то опасность, и надо об этом всегда помнить, и всегда соотносить свои возможности и свою силу, свою волю. С тем, что вы хотите держать дома опасное животное. Прежде всего, собака это хищник. Давайте об этом не забывать. Это программа «Один из нас». Спасибо всем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...